День на седьмом продолжает работу седьмого телеканала. В студии с вами Татьяна Милимко. Сегодня в гости к нам пришел Иосиф Рейхельгаус, создатель и художественный руководитель Театра школы современной пьесы, профессор Гиттиса, наш Одессит и любимый гость нашей программы. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада видеть вас в нашей студии, очень рада общаться с вами. Я знаю, что вы приехали в Одессу не для работы на этот раз, а для отдыха. Расскажите об этом посещении своего родного города. Удалось ли все-таки вычерпать достаточную дозу вдохновения для того, чтобы создать пьесы и продолжить работу? Надо сказать, что я отдыхать не умею, вот совсем. Я никогда никуда, я в жизни не был там в доме отдыха, в санаторий, вот никогда и нигде. И я не могу специально поехать, чтобы отдыхать. Я еду либо на гастроли, либо на фестиваль, либо читать лекции в какой-нибудь университет. Вот все равно работать. Но Одесса – это особое место, это родина, это родные на кладбище, это деревня, где жил мой дедушка и бабушка, и в которой я должен заехать в Раздельнянском районе. Это очень много замечательных людей, друзей. К сожалению, уже кого-то нет, но тогда нужно идти на кладбище. И я не могу летом не приехать в Одессу. Вот в это лето получилось так, что вот никак, вот не получалось, не получалось, не получалось. Я фестиваль пропускаю, бабелевские чтения пропускаю. Правда, перед этим были гастроли нашего театра, и это мне очень понравилось. И мой творческий вечер, и гастроли, которые три дня прошли с аншлагом, и установку, да, спасти камер емкости, посмотрели Одессит. Да, и я все-таки понимал, что вот уже август заканчивается, уже начинается такой большой рабочий год, нельзя не приехать в Одессу. И я приехал, думая, что вот я буду в основном читать, писать, смотреть в окно и видеть море. Не тут-то было. Даю интервью бесконечные. И в общем, работаю. Что, наверное, нормально. И встречаетесь с друзьями. Знаю, что вы в Одессе. Я знаю, что многие даже специально прилетели сюда, в город, для того, чтобы пообщаться с вами и провести какое-то время для вдохновения, наверное. Да, вот я с удовольствием съездил там в гости, не знаю, на Каролину Бугас к Вадиму Теплицкому. С удовольствием там с Сашей Морданем выхожу в море. С удовольствием. Ну, я буду всех перечислять. И, конечно же, нет. Это такое время, когда, вы совершенно правы, вдыхаешь, набираешь. И вот даже знать, что вот есть этот город, даже знать, что есть вот место, куда ты можешь приехать, это фантастически. Это замечательно. Просто замечательно. Когда вы привезли в Одессу школу современной пьесы, да, недавно прошла постановка. В июне, да, да, да. Показали его. Действительно, три дня были с аншлагом. И на творческий вечер пришло очень много людей. Все вас поддерживали и внимательно слушали каждое слово. А некоторые даже разбили на цитаты. Я сейчас о себе говорю, потому что действительно пришлось в студии повторять о том, что жизнь – это виноград, а театр – это вино. Причем хорошее и выдержанное. Так вот. Ожидали ли вы, что в Одессе вот примут так? Скажу нескромно, ожидал. Потому что, ну, во-первых, мы не первый раз гастролируем в Одессе. Вот эти все события вот уже там трехлетней давности, они, к сожалению, сильно перебили и творческие связи, и человеческие связи, и гастроли. Но для меня принципиально было важно приехать на эти гастроли. И, в частности, я привез один спектакль, я не думаю, что это самый лучший. У нас несколько таких спектаклей. Он хороший, мне за него не стыдно. Мало того, он получил огромное количество каких-то премий, фестивалей и все такое. Но я вообще хотел бы привезти в Одессу свои такие большие, для большой сцены спектакли. И очень надеюсь, что это случится вот в наступающем сезоне. А то, как принимали, ну, я счастлив, что принимали так. А я всегда надеялся, что люди в Одессе, они видят, слышат, они с той же иронией, они с той же ментальностью. Я, собственно, когда ставлю спектакль, я его ставлю для себя и для тех, кто может рядом со мной сидеть. Для вас. Эти спектакли – это классика будет или тоже современная драматургия? Ну, вот как это ни парадоксально, при том, что я вот последние там полгода довольно сильно болею все время там. Ну, сейчас уже вот все это заканчивается, я имею в виду болезни. Я как-то очень продуктивно провел этот год. Я выпустил два спектакля в своем театре. Один называется «Пока наливается пиво». Это такая история, которую импровизируют артисты, а я там режиссер, сценограф, а соавтор мой и исполнитель главной роли – Женя Гришковец. Вот я очень хочу этот спектакль привести и очень хочу привести спектакль-мюзикл. Вот Максим Дунаевский написал музыку. Это «Шинель Гоголя». Но поскольку время прошло и не все читали «Шинель», то у меня спектакль называется «Шинель пальто». И его поют, танцуют, там сцена покрыта льдом, там танцы на льду и так далее, и так далее. Вот я горжусь только что за спектакль «Пока наливается пиво». Вот буквально неделю тому назад я получил очень престижную премию. Вы все равно сейчас рассказывали немножко о том, что планируете привезти в Одессу несколько спектаклей. А что планируете из Одессы увезти? Я из Одессы увожу всегда, всегда. Я увожу из Одессы такой очень правильный способ жить. Правда. Здесь люди, вот они обладают удивительным качеством, главным качеством в жизни. Я это и студентам своим говорю, и артистам, и себе говорю. Они обладают самоиронией. Знаете, я о себе слышу вот полярные мнения. Я о себе слышу «Гений, я не видел в жизни такого спектакля, я потрясен, это лучшее себя в жизни». И в то же время я слышу «Да не, он просто такой администратор крепкий, он собрал талантливых артистов, заказал дунаевскую музыку, а эти балеты...» Вот я слышу самое разное о себе. И если бы я к тому и к другому не относился с иронией, и в серьезность, то в одном случае я должен был уже взлететь на облака, а в втором повеситься. Поэтому для меня вот человек, живущий в Одессе, он... Он реально оценивает, он понимает, что эта жизнь коротка, что ее нужно очень ценить, что счастье сидеть и с вами разговаривать. Я всегда вот приезжаю в Одессу, вдыхаю, 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 ну, в Москве выдыхаю. Для меня Одесса это, конечно... Ну, удалось ли все-таки поймать музу и написать несколько... Я, вы знаете, я уже давно отношусь к своей... Планы хотя бы... К своему... Я ненавижу слово творчество, ваше творчество. Вот я к этому отношусь как к работе. Я работаю. И я здесь, да, кое-что сделал. Я придумываю сейчас новый спектакль, который будет касаться, кстати, Одессы очень сильно. Этот спектакль будет называться «Умер шмумер, лишь бы был здоров». Я хочу поставить еврейские анекдоты. У нас вот сейчас реставрируется наше основное здание в Москве. Театр на Трумной, там знаменитый дом, где был ресторан «Оливье», вот этот салат «Оливье», где бывали и Чеховы, и Толстой, и Достоевские, и Чайковские, все-все-все. И вот это все уже заканчивается, и следующий сезон мы откроем вот в этом обновленном здании с тремя сценами, со всеми-совсем. Я сейчас очень обдумываю, а как откроется эта сцена, как это. Собственное открытие, как произойдет. И вот я долго думал, какой мне поставят спектакль. Вот именно, чтобы не стыдно было открыть, ну, как бы старый новый зал. И я думаю, что это вот для людей нормально. То есть людям должно быть, ну, не весело, но... Они должны смеяться над собой. И над собой, и над другими смея. Посмотреть на себя со стороны. Да, вот поэтому это будет спектакль, полностью собранный из анекдотов. Я тут в Одессе очень много собрал анекдотов. У меня книжечки, брошюры я тут во всех киосках скупал. Иосиф Леонидович, мы встречались с вами уже на седьмом телеканале. Мы общались с вами. И мы говорили о том, что вы отдаете предпочтение молодым авторам. Вы отбираете пьесы, именно написаны молодыми авторами. В этом и принцип работы школы современной пьесы. Расскажите, так ли все сегодня? Либо все-таки начали отдавать предпочтение классике? Либо модернизируете? Нет, нет, нет. Школа современной пьесы, это не просто название театра, это программа. Это программа. Поэтому автор молодой не по возрасту, автор молодой по профессии. Поэтому у нас уже много-много лет идет такой всемирный конкурс, огромный конкурс русскоязычной драматургии, куда, скажу вам, после вот России второе место по количеству присылаемых пьес, а их бывает от 300 до 500 каждый год, это, конечно, Украина. Очень много пьес из Одессы, из Харькова, из Киева, безусловно, практически из всех городов. И мы, не видя авторов, не зная, какого они возраста, для нас очень важно найти талантливую пьесу и поставить. И вот так был найден Пушкин. Вот так было. Ну, много-много-много пьес. Бывают авторы 90 лет. И в то же время мы поставили пьесу «Бабий дом». Парня, который был дипломником, ему было 17 лет, он был дипломником литературного института. Поэтому, собственно, вот у нас за театр в следующем сезоне, страшно сказать, начнет 30-й год своей жизни. 30-й. Уже умерли основатели. Люба Полищук, Альберт Филозов. Недавно, к сожалению, умер Алексей Васильевич Петренко. Мария Владимировна Миронова. Глузский ужас. Я как посмотрю, думаю, что ж такое. Правда, очень много. Все равно у нас там 10 народных артистов, очень много молодых, талантливых. Тем не менее, значит, мы вот за эти почти 30 лет выпустили более 70 премьер. Это все пьесы, за исключением одного раза, там, Чеховской чайки, которая вошла в триптих, это все мировые премьеры. Вот в чем принцип. Только мировая премьера. Если вы написали пьесу, если вы Акунин, Быков, Улицкая, Шандерович, кто хотите, но если вы написали пьесу Гришковец, Гришковец только нам отдает свои пьесы. И вы отдаете нам, значит, никому больше. Вот мы первые и единственные. Это для меня такой принцип. Если я ставлю пьесу, пожалуйста, никто к ней не подходите больше. У нас есть фрагмент пьесы «Спасти камерю Пушкина». Давайте посмотрим. Давайте, с удовольствием. Питонин! Тебе что, неинтересно? Мне хоть и пять лет было, но уже понимал, что вопрос с подвохом. Молчу! Тунин! Ты что? Пушкина не любишь? Мне бы опять промолчать. А я возьми ты и ляпни. Не люблю. Пять лет дура. Был. Откуда он знал, что не любить Пушкина нельзя? Это уже потом я узнал, что любимый поэт... Любимый поэт... Пушкин! Композитор! Шейковский! Ну а художник, естественно... Реген! Питонин! Ты... Да как ты можешь... Ой, не любить Пушкина! Все любят? А ты... Пошел в угол! Ну вот и как я после этого должен был относиться к Пушкину. На самом деле, в этом спектакле столько философии. Я человек, да, который посмотрел его от начала до конца, могу сказать. И в итоге, ты понимаешь, что вот этот главный герой, Питунин, это и ты сам. То есть ты проживаешь, проживаешь его. Это не просто такой образ, а на самом деле, вне зависимости, в России или в Украине. Да, да, абсолютно. Одинаковая приблизительно такая система, которая тоже насаживается тебе и которая вот обязывает тебя к чему-то. Это правда. И в итоге ты превращаешься в такого человека со своими какими-то стереотипами, взглядами. И очень хорошая развязка, я бы советовала, на самом деле, всем посмотреть. Не расскажу о ней. А я надеюсь, мы, может, еще раз тогда, если будут гастроли, еще раз привезем. Потому что мы декорацию не увозили, мы сделали новую, оставили все здесь. А там же сумасшедшие декорации. Вот мне было интересно тоже, как удалось их привезти, но я-то поняла, что вы уже их сделали. Нет, мы большую часть здесь делали. И мы даже вот эта вот весь, вся эта земля, весь этот черный снег, это то, что остается шелуха на Одесском маслобойном комбинате. И вырезали всем актерским составом? Ну, мы там много чего делали. Но в основном вот это мешки с этой шелухой еще нарезали. Там очень помогал театр Саша Онищенко. Саша, мой студент, замечательный, кстати, режиссер. Театр начайный. Театр начайный. И я очень надеюсь, вот не отпускайте его из Одессы, не отдавайте его. Но сегодня развиваются и частные театры. Это все на очень таком уровне. Да, пока на таком уровне, но тем не менее достаточно сильный. И они сегодня получают площадку, например, в Оперном театре. Это город, который должен быть не только театральной столицей Украины. Это город, который должен быть одной из театральных, художественных, культурных столиц мира. Как это в Одесском университете нет кафедры театральной? Как это? В Одессе не готовят ни артистов, ни режиссеров, ни сценографов. Город, который дал миру школу сценографическую. Город, который дал миру великого Давида Боровского. Я об этом толдычу десятки раз. Боровский, которому во всем мире открыты памятники, здесь даже таблички нет в доме, где он родился. Нет. Там у нас отель. Да, там хороший отель. Не очень такой. Да, ну что делать? Уже как-то странно об этом говорить. Чувствуешь себя сумасшедшим. Все время одно и то же. Ничего не меняется. Ничего. Тем не менее, Иосиф Леонидович, вы знаете, хочется на какой-то позитивный и хороший момент завершить программу. Споем? Есть город, конечно, который я вижу во сне. На позитивной ноте. Ну хорошо. Давайте. Споете? Пожалуйста. Тогда последний куплет, чтобы не мучить. Хорошо. Начнем мы с вами, да? А жизнь остается прекрасной всегда. А что же вы не поете? Состарился ты или молод, но каждой весной вот так тянет сюда, в Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город, у Черного моря. Позитивная нота. Да, и я даже вам подтянула, я всегда уже очень стесняюсь, правда, принимать участие, но здорово. Красиво. Это я вам подтянула, вы поете, а я. Иосифом Рахельгаузом. Мы спели только что в эфире. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Мы ждем вас в Одессе еще и, естественно, ждем в этой студии. Спасибо, дорогие, конечно же. Я надеюсь, что не закроют все границы, не перекроют все самолеты, поезда, что мы будем видеть друг друга, ездить и будем связаны тем, чем мы связаны много-много десятилетий и столетий. Спасибо еще раз. Я напоминаю, у нас в гостях Иосиф Рахельгауз, создатель и художественный руководитель Театра Школы Современной Пьесы, профессор Гитиса. И можно, на самом деле, перечислять, 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 но давайте, скажем, наш одессит. Становимся. Да. Это была программа «День на седьмом». В студии провела ее с вами Татьяна Милимко. Всего доброго. День на седьмом.